Тема нашего урока «Однокоренные слова». Сегодня на уроке русского языка ты узнаешь о роли ключевых слов текста, научишься находить однокоренные слова, определять синонимы и антонимы, определять тему и основную мысль текста. Прежде чем приступить к прочтению самого текста, давай вспомним, что такое ключевые слова. Ключевые слова – это слова, которые отражают суть текста, его главную мысль. Это специальные ключики, с помощью которых можно заглянуть в содержание текста. А теперь обратимся к тексту. Беркут – очень редкая птица и зарегистрирована в Красной книге Казахстана. Охота с беркутом – одна из самых уникальных. Опыт обучения диких птиц столетиями передавали от отца к сыну и хранили в глубокой тайне. Эти мастера имеют врожденный дар обучения диких птиц. А теперь посмотри на экран. Пользуясь определением, определи строчку, где верно указаны ключевые слова к этому тексту. Беркут – птица. Казахстан – уникальный, дикий. Имеют. Беркут – очень, книга, одна, отец, глубокая, имеют, птица. Беркут – редкая птица, охота, обучение, тайна, мастера, дар. Давай проверим. В третьей строчке верно указаны ключевые слова этого текста. Эти слова помогут тебе в составлении и написании самого текста. Ты помнишь, что такое тема текста. Тема – это то, о ком или о чем говорится в тексте. Выбери верный вариант, в котором указана тема текста. Об охотничьей птице Беркуте, о Красной книге Казахстана, о процессе обучения беркута. Правильный вариант – об охотничьей птице Беркуте. Что такое основная мысль текста? Ты уже знаешь, что основная мысль текста – это то, что хотел донести до читателя автор в своем произведении. Определи строчку, в которой правильно определена главная мысль текста о Беркуте. Полет Беркутов – уникальный процесс. Обучение Беркутов – тайный дар охотников. Беркут – птица, занесенная в Красную книгу. Давай проверим. Верный второй вариант. Обучение Беркутов – тайный дар охотников. А ты встречал Беркута? Знаешь, как он выглядит? Каково же значение слова Беркут? Ты знаешь, что у каждого слова есть лексическое значение, то есть то, что обозначает это слово. Лексическое значение слова – крупная птица, разновидность орла. Значение слова можно определить по его описанию, а также подобрать к словам синонимы или антонимы. Давай вспомним, что это такое. Синонимы – это слова, различные по звучанию и написанию, но близкие по значению. Например, лететь, порхать, кружить, взмывать. О Беркуте можно сказать, что он умеет. Лететь, порхать, кружить, взмывать. Антонимы – это слова, противоположные по значению. Например, Беркут умеет падать и подниматься. Тебе не составит труда выполнить следующее задание. Прочитай слова. Зоркий, крупный, стремительный, смелый, решительный, быстрый, внимательный, огромный. Соедини пары синонимов. Давай проверим. У Беркута глаз зоркий, внимательный, он стремительный, быстрый, смелый, решительный, крупный, огромный. Это пары слов близких по значению. Пользуясь правилом, что такое антонимы, найди пары антонимов, соедини их. Взлетать, крупный, приземляться, быстро, мелкий, медленно, внимательный, рассеянный. Помни о том, что слова антонимы, как и слова-синонимы, должны быть одной частью речи. Проверим. Что делать? Взлетать, но приземляться. Какой крупный, какой мелкий. Как быстро, как медленно. Какой внимательный, какой рассеянный. Я надеюсь, что ты был очень внимательным при выполнении этого задания. Вспомни, что такое лексическое значение слова и соотнеси слова и их определение. Слова охота, Беркут, мастер. Во втором столбике прочитай определение. Человек, который лучше выполняет свое дело и может обучить ему. Крупная птица, разновидность орла. Поиски, выслеживание зверей, птиц с целью ловли. Приступай. Давай проверим. Что такое охота? Охота – это поиски, выслеживание зверей, птиц с целью ловли. Кто такой беркут? Это крупная птица, разновидность орла. Кто такой мастер? Это человек, который лучше выполняет свое дело и может обучить ему. Если тебе непонятно или незнакомо лексическое значение какого-нибудь слова, обязательно обратись к толковому словарю. Повторим, что такое корень слова. Очень важно правильно применять слова и подбирать однокоренные родственные слова. Корень – это общая часть однокоренных или родственных слов. Корень – это неизменяемая часть слова. Например, родственные, близкие по значению слова. Сад, садовый, садовник – посадить. Неизменяемая общая часть этих родственных слов – корень – сад. Обратись к определению. Слова, которые имеют один корень, называются однокоренными или родственными. Как правильно найти и выделить корень? Для этого необходимо подобрать однокоренные или родственные слова и найти в них общую неизменяемую часть. Например, дом, домик, домище, домишко. Общая неизменяемая часть – корень дом. Слон, слониха, слоненок, слонята, корень – слон. Пользуясь определением, выполни задание. Собери в группы слова, которые являются однокоренными. Смелость, летчик, птичник, птицелов, облететь, осмелеть, смельчак, летательный, птица. Давай проверим. Первая группа однокоренных слов – смелость, смельчак, осмелеть, корень – смел. Вторая группа слов – летчик, облететь, летательный, корень – лед, лет. Иногда в словах могут чередоваться буквы. В данном случае е и е чередуются. Но это все равно однокоренные слова. У них близкое значение. Третья группа слов – птица, птичник, птицелов. Корень – птиц. В слове птичник произошло чередование согласной на конце корня – ц и ч. Но эти слова все равно являются однокоренными. У них близкое значение. Тебе удалось повторить, что такое однокоренные слова. Старайся подбирать как можно больше однокоренных слов и наблюдать за той частью слова, которая не изменяется. Это поможет тебе в определении корня слова. Старайся выбрать самое короткое слово. В этом слове легче будет выделить корень. А наш урок подошел к концу. Ты узнал о роли ключевых слов в тексте, как определять синонимы и антонимы, как находить однокоренные слова.